Почти 10 лет житель Кустаная Руслан пользуется услугами оператора связи Билайн. Пару лет назад он открыл банковскую карту Билайн, которая привязана к его номеру телефона. Ей можно пользоваться в любых посттерминалах и банкоматах, осуществлять онлайн платежи и переводы. На этом карточете у Руслана лежала крупная сумма, но до недавнего времени. На днях мужчина хотелось платиться картой на заправке, но она оказалась заблокированной. Я позвонил в колл-центр по прибытию домой с другого телефона, спрашиваю, почему у меня карта заблокирована. На что мне работник колл-центра отвечает, что ваш номер отсутствует в базе, то есть его не существует у нас. Я говорю, как так, такое невозможно, там большая сумма денег, кроме того, что я ваш клиент уже на протяжении нескольких лет. Мужчине посоветовали обратиться в местный центр оказания услуг, что Руслана сделал, написав заявление. По его словам, при попытке разобраться в ситуации сотрудники учреждения удивились. Смотрят по базе, на самом деле я есть как владелец, но меня в то же время нет, я отсутствую в базе. То есть, согласно со слов работника колл-центра города Кустаная, она говорит, что меня открепил специалист колл-центра по моему же заявлению, хотя никакого заявления не писал. В настоящее время говорит, что мой абонентский номер используется где-то у другого оператора. Вместе с номером был переведен и весь баланс карты, а у Руслана на тот момент он составлял примерно 400 тысяч тенге. Днем ранее на телефон, когда номер еще действовал, мужчине приходили сообщения с цифровыми кодами, что, по его мнению, свидетельствует о попытках регистрации в личном кабинете Билайн, перерегистрации номера и смене тарифного плана. По словам Руслана, в офисе компании ему сказали, что без участия сотрудника колл-центра эти действия совершить невозможно. В настоящее время работники Билайн-центра города Кустаная ищут ее. То есть данные есть у них в базе, кто проводил фамилии, имя, как мне сказали, но я не успел запомнить. При мне пытались связаться по телефону, но трубку никто не брал. Мужчина подал заявление в управление полиции Кустаная, откуда его передали в областной полицейский департамент. По данному факту в течение суток зарегистрировано введенный рейстр досудебных расследований уголовного дела по статье 190, часть 2, пункт 4, уголовного курса Республики Казахстан. То есть мошенничество в отношении пользователей информационных систем. Пока подробностей сообщить не можем, направлены соответствующие запросы в соответствующие организации. В Кустанайском филиале Билайн в ответ на наш запрос сообщили, что направили его в соответствующий отдел их компании. Заявление пострадавшего мужчина они пообещали рассмотреть и ответить ему в течение 14 дней. Я Рахмечин, Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН.